Экскурсии, квесты, живые статуи, программа посвященная Великой Отечественной и показ сюжетов рубрики наших новостей улицы столицы на большом экране. Всем этим парк центрального района планировал удивить барнаульцев в ночь музеев. Но по словам руководства парка из-за практически ноябрьской погоды решили не рисковать и перенесли мероприятия на другие дни. Вместо этого вспомнили, что в запасниках еще с Масленицы хранятся два чучела зимы, потому и решили, что нужно снова звать лето и все-таки сжечь чучела. Зима ясна, чтобы не погасла, зима уйди! Ну что, вот такая жуткая лето было! Как вы считаете, поможет наконец-то улучшить погоду? Я думаю, да, потому что позитивное настроение людей прежде всего. Оно уходит в космос, космос нас услышит наконец-то и все будет замечательно завтра, наступит лето. В ожидании хорошей погоды сама ночь прошла по сокращенной программе. Для немногих посетителей все же провели экскурсию. Они смогли ознакомиться с фото-выставкой, запечатлевшей самый старый парк города в разные годы. Часть основной программы показали, правда, на следующий день. А показ улиц столицы под открытым небом руководство парка пообещало перенести на 1 июня. Подробнее о ночи музеев, которая проходила не только на улице, смотрите в нашем вечернем выпуске. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости.